Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Артём Тупичкин. Итак, сегодня в выпуске. Завершение ремонтных работ в университетской клинике. Когда абитуриентов зачислят в КФУ? Что такое спектр рентген-гамма? Ремонтные работы в зданиях университетской клиники КФУ подходят к завершению. Как модернизируется корпус по адресу улицы Ершова-2, мы расскажем в нашем сюжете. В корпусе университетской клиники КФУ по адресу улицы Николая Ершова-2 закончены ремонтные работы в отделениях гинекологии и гемодиализа. За это время клиника не прекращала и не прекращает прием больных и плановые операции ни на один день. Ремонтные работы проводятся посменно в различных отделениях. В 2017 году было открыто хирургическое отделение. Мы вначале открыли ядро, это хирургическое отделение, то есть нужно было сделать так, чтобы людям оказывалась помощь, чтобы они выживали. Потом стал вопрос, в каких условиях они долечиваются, и соответственно понадобилась реконструкция всех палат, где пациенты находятся до оказания услуг необходимых и после оказания операции в связи с их долечением здесь. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров лично курировал все ремонтные работы в зданиях университетской клиники. Он посещает объекты каждую неделю, и каждый шаг проходит согласование между представителями университета и рабочими. Ремонтные работы в больнице начались еще в 2016 году. Университетская клиника была создана 4 года назад, а ее фундаментом стали 3 учреждения здравоохранения республики. РКБ-2, Республиканская клиническая больница номер 2, БСМП-2, Городская больница скорой медицинской помощи номер 2 и Городская поликлиника номер 2. Университетская клиника располагает современной техникой для лечения больных. Здесь поставлено лучшее оборудование эндоскопическое, и мы будем активно развивать, уже развиваем эндоскопическое направление в медицине. Соответственно, здесь поставлено прекрасное оборудование операционное, здесь прекрасно поставлена аппаратура клиника лабораторной диагностики. То есть, всего не перечислишь, но это современная, хорошо оснащенная клиника. Наверное, лучшая на сегодняшний день техническая база, которая есть в городе Казань. Проведение реконструкции позволяет проводить работу по оказанию неотложной помощи, прохождению обследования и в случае необходимости проведения лечения в стационаре. Помимо лечения пациентов, университетская клиника является базой для обучения студентов Института фундаментальной медицины и биологии и местом для реализации медицинских наработок ученых КФУ. Здесь будут студенты, здесь будет образование, потому что в Казанском федеральном университете сейчас есть подготовка по шести специальностям врачей, плюс уже сейчас набор идет на 31 специальности ординаторов, а вообще у нас будет 53 плюс аспирантура. Артем Тпичкин, Виолетта Басова, Универньюс. Приемная кампания КФУ подходит к завершению. Университет начал подготовку приказов о зачислении абитуриентов. Когда их ожидать, мы расскажем в нашем сюжете. Прием заявлений на поступление в Казанский федеральный университет завершается. Всего с учетом набережной Челнинского и Елабужского институтов КФУ поступило 70 839 заявлений. Из них 48 тысяч на бюджетные места. Максимальное количество заявлений это 9673 подано в Институт управления экономикой и финансов. Дальше 8 648 это Институт международных отношений. И 6 165 заявлений это Институт вычислительной математики и информационных технологий. При поступлении учитываются баллы ЕГЭ. Самый высокий средний балл поступающих у Института геологии и нефтегазовых технологий. Его показатель 79. Также в тройку по самым высоким средним баллам попали Институт математики и механики имени Лобачевского и Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем. Часть из поданных заявлений на поступление подают абитуриенты, сдавшие ЕГЭ на максимальный балл. Количество поступающих, которые физические лица принесли эти заявления, я вам скажу, это 297 стобольников. Но если говорить по оригиналам, то это 73. Оригиналы на сегодняшний день ребята уже принесли сюда. 29 июля был опубликован первый приказ о зачислении в КФУ. В него вошли поступающие в пределах квот. Сироты, инвалиды и абитуриенты на целевое обучение. У нас выйдет два бюджетных приказа. Первый приказ выйдет 3 августа. И это касается 80% бюджетных мест, которые выделены на общий конкурс. И следующий приказ по бюджетному обучению на очную форму выйдет 8 августа. Это вот оставшиеся 20%. Также 11 августа выйдет приказ о зачислении студентов за очной формы обучения. А 15, 22 и 29 августа приказы о зачислении на контрактной основе. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Спектр рентген Гамма – это единственная передовая рентгеновская обсерватория на ближайшие 10-15 лет. Спектр РГ будет способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью. Подробнее смотри в нашем следующем сюжете. 13 июля в 15.31 по московскому времени с космодрома Байконур была запущена космическая обсерватория «Спектр рентген Гамма». Это международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Научным руководителем проекта с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Алиевич Сюняев. Планируется, что будет получена полномасштабная карта неба в рентгеновском диапазоне. Вот это уникальное научное предприятие, мероприятие, миссия, как хотите ее назвать, которая поможет обнаружить объекты, излучающиеся в рентгеновском диапазоне, о которых мы раньше не знали. То есть это другой мир, который мы не могли зарегистрировать с телескопами наземными, или которые не могли, например, зарегистрировать телескоп Хаббла или телескоп инфракрасного диапазона, или телескоп Планк, который тоже работал в точке Лагранжа-Л2, но он работал в миллиметровом диапазоне, в радиодиапазоне. То есть он исследовал микроволновое излучение. То есть они были предназначены, те телескопы предназначены для других задач. Поэтому спектр Ингенгам будет решать свои задачи, уникальные задачи, которые не могут решить другие телескопы. Глаза спектра РГ – это два мощнейших телескопа – российский Артекси и немецкий Ярозита. Таких сложных оптических приборов человечество не делало за всю свою историю. Российский телескоп будет работать жестко в рентгеновском диапазоне. Только так можно пробиться сквозь слои газа и пыли на пути луча к другим галактикам. Жесткий рентгеновский диапазон, в котором будут обнаруживаться объекты с помощью российского телескопа, это означает, что российский телескоп будет обнаруживать, наверное, самые горячие объекты, которые разогреты до температур сотен, миллионов до миллиарда градусов. А немецкий телескоп будет обнаруживать не такие горячие объекты, но которых может быть их большего количества. Смотреть на Вселенную спектр РГ будет из точки Лагранжа-Л2, примерно в полутора миллионов километров от Земли. Там нет таких сильных помех, как, к примеру, на орбите нашей планеты. А значит, условия для наблюдения близки к идеалу. Отметим, что в Роскосмосе еще ни разу не отправляли в точку Лагранжа-Л2 космические миссии. И это будет первый опыт по доставке туда российской орбитальной обсерватории. Примерно необходимо 100 суток для того, чтобы обсерватория долетела до этой точки. И очень важно сейчас отслеживать, по правильной ли орбите, по расчетной ли орбите движется спутник СРГ к своей точке постоянной дефлокации. Здесь в настоящее время важную работу выполняют наземные оптические телескопы российские, начиная от Суриска и до Крыма, которые каждую ночь отслеживают положение спутника на звездном небе. И в том числе наш телескоп полутораметровый установлен в Турции, Телескоп Казанский университет, который мы называем Российско-Турецкий телескоп, тоже практически каждую ночь, сейчас с 15 июля, выполняет работу по наблюдению спутника СРГ на звездном небе. Спутник выглядит как слабая звездочка, примерно 17-18 звездной величины, то есть глазом вы его не увидите, и с помощью маленьких телескопов тоже не увидите, поэтому нужны крупные телескопы. Но особенностью нашего телескопа, установленного в Турции, заключается в том, что там прекрасная оптика, прекрасный астроклимат, потому что это юг в горах Турции, и отличная ПЗС-матрица, которую приобрел для нашего проекта Рашталевич Сюняев за счет средств директорского фонда в Институте Макса Планка. И вот эти сочетания всего лучшего, лучший телескоп, лучший астроклимат и лучшая ПЗС-матрица, позволяют нам сейчас получать среди российских телескопов лучшие координаты спутника СРГ. И эта информация очень важна для Роскосмоса, потому что она позволяет правильно скорректировать орбиту. Примерно через 100 дней после запуска на орбиту начнутся первые исследования, которые приведут к грандиозным открытиям. Лилия Талипова, Олег Копачаев, Универ Ньюс. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok